Вот интересно, что помощник создает конструктивную семью, а вот у пособника семья деструктивная, десфункциональная семья. То есть вот эти все функции, которые мы называли, они не выполняются должным образом или выполняются вообще не так, как должны бы выполняться. И вот давайте мы сейчас с вами как раз посмотрим разницу между конструктивной или функциональной семьей и дисфункциональной. То есть функциональная семья, выполняющая функции, дисфункциональная. Которая своей функции не выполняет. Ну давайте прямо сейчас посмотрим. И будем смотреть в сравнении. То есть что есть в функциональной семье, как это происходит и как это происходит в дисфункциональной семье. Ну вот давайте, смотрите. Функциональная семья, она признает все свои проблемы. Что есть проблема такая, ее нужно решать. То есть в функциональной семье происходит признание и разрешение этих проблем. Да, есть конфликтность, но есть и взаимоотношения. Нет бесконфликтных семей. Функциональная семья это признает. Не надо рисовать из себя супер духовных, супер правильных, где нет 40 конфликтов. А конфликтов не может не быть, потому что люди все разные. Свои мнения. Да, то есть в функциональной семье признаем разрешение, признаем, разрешаем проблемы, конфликтуем, но строим отношения. Что происходит в дисфункциональной семье? Проблемы полностью отрицаются и поддерживаются иллюзии такие. В нашей семье конфликтов нет и быть не может. И у нас все замечательно. Вот это идет в дисфункциональной семье. Хотя обратите внимание, что дисфункциональные семьи очень часто ловят на крючок людей. Часто именно их ставят в пример. У них же нет конфликта. Смотрите, как они хорошо живут. А потом удивляемся, почему у людей происходит разочарование в церкви, в людях, в нас, у многих даже в Боге. Потому что вот когда люди поверили в иллюзии, а этот карточный домик распался, что осталось, если ты поверил в дисфункциональность? У тебя не осталось ничего. То есть вот эта вот наша с вами, понимаете, информация, которую мы должны нести, нужно еще в качестве профилактики и веры тоже делать. Что не верит дисфункционалу. Дисфункционал порой очень симпатичен. Но это не факт, что там на самом деле есть отношения. Следующие признаки. Функциональной семье. Там идет гибкость ролей. То есть мужчина может на себя взять такие женские функции, например, как там постирать пеленки. Или помыть посуду. Или помыть посуду. Ну женские в кавычках. Женские, конечно, в кавычках. То же самое жена может на себя взять такие мужские функции, как, например, водить машину, отводить ребенка в садик. Как бы считается, что это мужская функция. Считается, что это мужская задача, да? Но на самом деле женщина может это сделать сама. То есть гибкость ролей, взаимоизменчивость функций, взаимозаменяемость. В дисфункциональной семье все очень ригидно. То есть никаких не может быть изменений, никакой гибкости. Муж. Вот только так это никак. Все. Вези детей в бассейн. Я что ли повезу? Кто у нас мужчина? Как будто от того, кто повезет детей, зависит от того, кто у нас мужчина. Понимаете? Или жена, твоя задача помыть посуду. Это вообще женская работа, да? Как будто женскую сущность ставим в зависимости четко от того, моет человек посуду или не моет. Кто моет посуду, тот женщина обязательно. Понимаете? То есть вот они, полная ригидность в дисфункциональной семье. Кстати, в связи с этим вы попробовали оценить задачи, которые у вас у каждого в семье есть, обязанности? Ну как, интересно было? Подумали о том, что вы часто на себя берете то, что можно и не брать. Да, потому что пособничество получается, конечно. Но с другой стороны, надо быть ригидным. Что это твое, значит, дело. Значит, ты и делай. То есть вот как нам важно. Но знаете, вот такая ригидность создает порой состояние порядка. Состоятельности, да. Вот вы приходите, все, каждый занимается своим делом. Вас могут поймать на эту удочку. Конфликтов нет, каждый занимается своим делом, но идеальная семья. А вот внутри где-то чувствуете, ну что-то не то здесь. А вот не можете объяснить, ну что не то. А там отношений нет. Как правило, в дисункциональных семьях, как правило, нет отношения. Там все идет по закону. По закону. Вот только так. И никак иначе, шаг влево-шаг вправо, это все. Функциональная семья. Там идет поощрение свободы восприятия. Как я это вижу, так я это и вижу. Не должно быть правильного мнения и неправильного. Свобода выражения мыслей, чувств, обсуждения, творчества. Там никто не навязывает свое мнение. Правильное мнение находится обща. Правильный ответ находится сообща. Даже дисциплинирование решается сообща. И детям предлагается выбор, да, например, там, вот, если вы так поступите, как вы считаете, это же неправильно? Неправильно. Как вы предлагаете себя наказать? Как вы хотели, чтобы вас наказали? Потому что обязательно должно быть наказание последовать. Но функциональная семья даже наказание во благо семьи. Что происходит в функциональной семье? Там папа говорит, есть только мое мнение и неверное. То есть полный вакуум интимности. Нет интимности, нет близких отношений. Совершенно полярность чувства суждений. Черно-бело. Плохо-хорошо. Грех-святость. Все, ничего, все, остальное, все полярно разводим. Опять с точки зрения папы или мамы. Ну, кто там, кто воротит в этой семье вот этими вещами. Идем дальше. Следующий признак. Функциональная семья. Функциональная семья идет уникальность и ценность каждого человека. Это все понимают, все члены семьи. И вот эти различия между людьми очень высоко ценятся. То есть каждый человек отличается от другого. Мы все разные. Вот это вот. В дисфункциональной семье. Там идет не дифференцировать своего я. Каждого члена семьи. То есть если сердится один, сердятся все. Сердится мамы, сердятся все. Плохое настроение у папы. Ну, как ты можешь радоваться? Как ты можешь... Забудь свою пятерку. Вот у нас проблема. Папа опять пришел, выпивший, да? Пятерка пятеркой. Тут папа пьет. Постираем ему идею. Рубашку, на которой у него рвота, да? То есть вот. Все. Никто не имеет права быть самим я. Самим собой. Следующий. Функциональной семье. Члены семьи умеют удовлетворять свои потребности. Ошибки, которые допускаются, они прощаются. И на этих ошибках самое главное учатся. То есть удовлетворение потребности, допускаются ошибки, на ошибках учатся. Вот они три момента. То есть каждый член семьи имеет право на ошибку. Вот понимаете, это очень важно. Дать друг другу право на ошибку. В дисфункциональной семье... Такого права людей нет. Идет абсолютизирование воли, контроля. Только так, как я сказал. Все, никак иначе. Я тебя контролирую. Ты сделаешь только как надо. Только как я сказал. Как надо. Это у нас дисфункциональная семья. Функциональная семья. Правила гуманные и гибкие. Они способствуют гармонизации отношений. Возможность обсуждения этих правил допускается. То есть гуманные и гибкие правила. Ну, например, правило приходить домой в 10.30. Да, комендантский час. Но позвонила дочь и сказала, ты знаешь, вот у нас мы тут задерживаемся. Тут как-то только сейчас все начинается. Папа, мама, можно я приду домой полдвенадцатого? Нет, я сказал. Все, вот оно, правила никаких. Но в данной ситуации... Недоверие, дочери. Во-первых, недоверие. Во-вторых, вот эта вот гуманность правила. Оследовать этим правилам ей невозможно. Она уже в 10.30 домой не попадает. Она в 10.25 позвонила предупредить, что она уже не попадает. Что здесь делать? Идти на поводу – это пособничество. Запретить – это не гуманность. Это опять не гуманность. То есть, в любом случае, это пособничество. Это полный дисфункционал. Что здесь делать? Ну, давайте гибкость проявим. Есть ли рядом кто тебя проводит до дома? Так, дай мне, пожалуйста, трубочку родителям этого человека, который ты находишь. Или я тебя встретить могу там, что... Да, но я поговорю с родителями. Важно, раз вы так допоздна задерживаетесь. Там взрослые есть в квартире? Ах, взрослых нет, я сейчас приеду за тобой. Ну, вам уже посмотрите уже дальше, понимаете, как вот в данной ситуации, какой вы выход найдете. Может быть, кто-то там возьмет, я не знаю, брат вот этой подруги, которая говорит, скажет, Надежда Николаевна, не волнуйтесь, я лично довезу. Вот мой телефон сотовый. Если вы будете волнуйтесь, я лично довезу вашу дочь до дома. С меня спросите. Про разговоры работают. Я вам это обещаю. Каким образом эта ситуация решится, понимаете? Но тут уже, вот смотрите сами. Бывают такие ситуации, когда правила должны быть, но они должны быть гибкими. Идем дальше. В функциональной семье границы установлены, признаются и уважаются. Причем установлены максимально всеми членами семьи. То есть комендантский час 10.30, посуда помыток 6 вечера. Там, я не знаю. После 11 телевизор не смотрим. Ну там еще, я не знаю. Какие там еще могут быть границы, которые вы для себя устанавливаете. В каждой семье они свои. В семье, где есть пособники и зависимые люди, там границы либо вообще отсутствуют, либо очень ригидно. То есть неизменчиво вообще никак. Никак. Только так и никак иначе. Следующее. Коммуникации прямые, чувства открытые, свобода говорить. Это функциональная семья. Ну то есть честность. То, что мы с вами определили, как честность и свобода в общении. Я могу даже где-то разозлиться. Я могу, может быть, даже где-то и повысить голос. Я знаю, что от этого меня... Да, мне могут сделать замечание, но меня от этого не любят. То есть не перестали любить. Жена, разбуди во мне зверя, дай мне хоть пять минут побыть самим собой. Да, да. Ну вот функциональная семья, в принципе, это возможно. Кстати, вот можно даже здесь показать интересный клип, да? Про женщину. Ну потом, если надеемся, сейчас покажем. Вот. А дисфункциональная семья, там коммуникации скрытые, непрямые, чувства не ценятся. Там все должно быть, вот на лицах только исключительно... Улыбка. Улыбка. Маска. Маска, спокойствие, духовность. Там любят не человека, любят маску, которую надевают. Все на лице, как надо. Все как надо. И в поведении только все как надо. Раз в ней установлено, никто не повышает голос, только попробуйте повысить кто-нибудь. Вы нарушили закон, и все. Нельзя. В функциональной семье. Поощряется рост и независимость. Личность способна видеть и решать все проблемы. То есть, поощряется рост и независимость. Ну, естественно, постепенно. Понятно, что это ребенка там в 5 лет... Нельзя отпустить совершенно спокойно, и пускай он сам решает все свои проблемы. И будет независимым. Зарабатывать он еще не умеет, одеваться не умеет, как следует, да? Но с другой стороны... Ничего не знает. Но с другой стороны уже... Уже есть моменты, которые он может выполнять как личность, как человек, который сам независимо может сделать. Независимо от родителей. Не обязательно его в этом опекать. В дисфункциональной семье поощряется либо бунтарство... Либо зависимость и покорность. То есть, ребенок не слушается, ребенок топает ногами, ребенок откровенно плюет на требования родителей. Родители говорят, видите, какой у нас характер у него. Как у папы. Или наоборот. Или как у дедушек. А дедушка был у нас директором компании. Вот такой же директор будущий растет. А там явно непослушаемый, там явно неповиновение. Или наоборот. Или наоборот. Начинают задавить его, задавливают полностью. И он уже забитый такой, ничего не может сказать сам, возразить, проявить свои эмоции. Говорит, вот, видите, какой послушный у нас ребенок. Молодец, сидит. Совершенно спокойно может высидеть. Вот там гости пришли, он два-три часа будет сидеть, и даже не шелохнется. То есть он независимо... Скажут ему, встань, он встанет. Скажут, читай стихи, будут читать стихи. Послушный ребенок. Очень послушный ребенок. Ну, то есть как бы это полярность, понятие независимости. То есть понятие независимости определяет. Либо человек становится бунтарным, либо независимый, в смысле зависимый от других. И смотрите, функциональная семья воспитывает личность. Дисфункциональная, индивидов. Вот, как будто разница. Не индивидуальности, а индивидов. Следующее. Функциональная семья. Исход у функциональной семьи один и конкретный. Это приемлемый исход, это конструктивный. То есть человек, который вышел с функциональной семьи, может создать конструктивные, функциональные взаимоотношения. Он способен на это. Из дисфункциональной семьи он растет именно с такими дисфункциями. Неприемлемыми, деструктивными. Он и семью будет такую создавать, и отношения такие строить. То есть всё, что будет происходить в его жизни, будет происходить именно с точки зрения дисфункционально. Он не сможет нормально выполнять свои функциональные обязанности. И тут нам обязательно нужно на этом не останавливаться, опять вернуться к золотой стороне медали. Помните, мы с вами говорили, что наш мозг до конца жизни пластичен. Может способен развиваться. Это на уровне физиологии. Наша психика до конца жизни пластична, то есть может меняться. Наша духовность, которая нам дана от Господа, в любой момент может быть направлена в нужное русло. Не в религиозность, а в веру. Не дитала, а к Богу. Да, не дитала, а к Богу. То есть до конца жизни человек в любом случае принимает решение. Либо в сторону функционала, либо в сторону дисфункционала. То есть это касается вообще всей его жизни. То есть не нужно, если мы вот на этом закончим таблицу, и человек скажет, ну всё, раз я здесь в функциональной семье, всё. Да, в тебя заложен дисфункционал. Но ты сейчас решай, что ты теперь с этим будешь делать. Вот как решишь, так оно и пойдёт дальше в твоей жизни. И будем вместе работать. Захочешь по-прежнему быть дисфункционалом, я уважаю твой выбор, но я отхожу в сторону. Я в этом не участвую. Хочешь быть функциональным, я рядом, я помогу. Я всегда готов помочь. То есть вот это как бы нам нужно понять. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com У меня вопрос, связанный с индивидуальным. Почему индивидуальный? Поясните, пожалуйста. Ну, индивид. Ну, это просто по определению такие вещи, что индивидуальный человек, это человек, который обладает своей индивидуальностью. Своими индивидуальными качествами, способностями, характеристиками. А индивид, это просто человек, который обособился от всех, ему всё. Это биологический. Биологический. А что такое биологический? Всё, понял. То есть вот мы все индивиды, но не всем… Личность – это и духовная, а индивид – это биологический. Духовный, душевный. Индивид – это вот субстанция некая. Это индивид, субстанция. Спасибо. Обособленная некая, да. Ну, а теперь давайте посмотрим, в чём же заключается наша с вами конструктивная помощь. И как человек может помочь, во-первых, себе перестать быть созависимым. Перейти из дисфункционального состояния в функциональное, в конструктивное. Перейти из созависимости в свободу. И вот здесь, знаете, вот такая очень важная вещь понять. Нужно отстраниться. Вот прям вот можете как-то понять, что важно отстраниться вот этому созависимому, отстраниться. Отойти в сторону. Не покинуть, очень многие это понять отстраниться, понимают, развестись, бросить. А именно отстраниться от зависимого. Вот как мы можем помочь этой созависимой женщине несчастной, да? Что значит отстраниться? Сейчас мы это распишем. Первое это… Отсутствие спасательных операций. Перестаньте спасать. Перестаньте устраивать на работу. Занимать очереди. В поликлиниках. Отсировать всё. Перестаньте его спасать. Пусть человек начнёт сам нести последствия своего деструктивного поведения. Вот это первое. Уехать трудно сделать. Но каждый раз ему, конечно, говорить, что если ты решишь выплатить из этого состояния, вот телефон, вот дверь ко мне открыта, приходи, будем решать эти проблемы. То есть показать, где выход. Не бросить его и сказать, ну всё, теперь сам барахтайся во всём этом. А показать, где выход и не спасать, а помогать. Второе, как оказывать, может, вот эту вот созависимую конструктивную помощь. Отказаться от манипуляции. Потому что человек, если он привык жить манипуляциями, эх, и трудно отказаться ей. Если она привыкла закатывать глаза каждый раз, когда алкоголик сказал какую-то глупость, трудно перестать глаза закатывать. И не нюхать его, когда он приходит с работы. Понимаете, да, это манипуляция. То есть отказаться от тех манипуляций. Дальше. Отказаться от угроз и от ворчания. Пришёл домой пьяный. Ну, включи ты свою любимую музыку. Моцарта любишь, включи Моцарта. То есть перестать быть нянькой для этого человека. Откажись от этого ворчания. Он решил пить, он решил умереть. Ещё раз хотим повторять. Если он решил умереть, это его право. Вы выберете жизнь. А если он, допустим, любит арию какую-нибудь? А вы слушаете через наушники. А вот это уже договорённость. Давай ты слушай через наушники. Так соседи же сейчас кругом. Конечно, конечно. Соседи. Можно подключить. Включает арию на полную катушку. Соседи приходят, скажут, заявляйте в милицию, я подпишу ваше заявление. Громко, чтобы он слышал. Даже так. А вы знаете, кстати, это очень здорово помогает. Потому что дело в том, что люди, которые привыкли быть безнаказанными, они так вот и ведут себя, как будто они безнаказанные. А читайте в Римлянам, там конкретно написано. Я уже говорил, что я работал в милиции. И были такие моменты, когда там в 3 часа ночи звонят, говорят, Михаил Николаевич, срочно приезжайте, у меня муж пьяный пришёл домой. И дебоширит. А я тут при чём? Ну вы же в милиции работаете, оденьте форму, приедьте, попугайте его. Я говорю, я не попугай. Я не буду его пугать. Если у вас есть проблемы, вызывайте милицию. Слушайте, милиция – это серьёзный орган. И из милиции делать шута Горохова – это вообще недопустимо. Вызывайте, говорю, милицию. Его тогда заберут. Конечно. Я говорю, а чего вы боитесь больше? Давайте с вами думать. Вы хотите воспитать этого человека? Почему милиция не хочет приезжать на все эти семейные разборки? А потому что заявления на следующий день забираются все. И получается, они зря ездили, зря этим занимались. Убили бензину, машину. А заявления забрали? Всех же потом требуют. Заявления забрали, а что с этим делать делать? Отказной материал или что? Как это будет дальше происходить? А несколько отказных материалов, они решаются премией. Скажите, им это надо? Им это тоже не надо. Я говорю, мы сейчас к вам приедем, вы потом заявление заберёте. Нам это не надо. Если вы действуете, значит действуете. Никогда не угрожайте тем, что вы не можете выполнить. Если вы угрожаете, что вы посадите, значит посадите. Первый раз на 15 суток. Если вы сказали, что если ещё раз выпишешь, я тебя убью, значит выполняйте своё обещание. Или не говорите. Или не говорите этих слов. Или говорит, ещё раз придёшь пьяный, я тебя домой не пущу. Значит, не пустите. Ну потому что если вы сказали и не выполнили... Если вы начинаете пугать... Это не метод. Это пособничество называется. Оно ни к чему хорошему. Либо держите свой язык закрытым. И глупостей не говорите. Подконтрольно. И говорите только то, что будет не угроза, а конкретные действия для дисциплинирования. Вот это важно. За слова надо отвечать. Ну и последнее, о чём мы постоянно говорим. Отказ от правила молчания. Откажитесь замалчивать то, что происходит. То есть вот они вещи. Перестаньте спасать, перестаньте манипулироваться, откажитесь от угроз, перестаньте ворчать и перестаньте молчать. Вот. Вот это называется конструктивная помощь. Четыре момента основных. Ну и как это всё осуществить? И тут есть три очень важных шага. Понимаете, важно понимать, что это не происходит так, сразу раз, и человек перестал быть зависимым, стал помощником. Стал оказывать действительно конструктивную помощь. Первый шаг заключается в том, что человек... Принимает решение. Это первый шаг. То есть если вы с человеком поговорили, он принял решение, да, я понял, я знал, конечно, но сейчас я конкретно понял, я так должен поступить. Первый шаг пройден. Но это только первый шаг. Второй шаг... Который называется оплакивание. Вот запишите. Шаг оплакивания. Вы представляете, сколько лет человек... Жил проблемами другого человека. И жил с созависимостью. И вот теперь вдруг человек понял, проблема-то оказывается... И во мне тоже. Да. И более того, в основном, моя-то проблема... Решить свою проблему, это может с себя начать, не с него. И оказывается, я вела себя тоже порочно. Я молчала, я манипулировала, я постоянно угрожала и ворчала, и мешала человеку. А теперь надо быть честным? Теперь надо принимать решение? Я могу быть отвергнута. Вот ужас-то. Понимаете? То есть вот этот пройти через этот внутренний ужас, это называется второй шаг. Шаг оплакивания. Сколько этот шаг будет продолжаться? Во многом зависит от первой вашей беседы, тоже может быть, от каких-то последующих встреч. Он может продолжаться всего один день, может продолжаться несколько месяцев. Конечно, здесь следует ожидать того, что у человека обязательно появится гнев. Как это так? Это из-за него я через это все прохожу. Это он виноват. Да он такой сякой. Вот я за него все, а он ничего. Потом следующие, знаете, какой будет шаг оплакивания? Такой. Начнутся уловки. А вот обязательно это делать. А может, есть другой путь какой-нибудь? Может, как-то по-другому можно? А вот я это делать не буду, но я вот этот ход попробую. А вот я, знаете, не так, а вот так. Он будет человек искать уловки. А вот что, если я вот это попробую сделать? Как только человек перестанет искать уловки, у него сразу начинается депрессия. Это мы пока про оплакивание говорим. То есть оплакивание проходит сначала гнев, потом уловки, потом идет депрессия. Ужас! Как я с этим буду жить? Как я буду глаза смотреть этому человеку и этому? Кошемар! Понимаете, это нормальное совершенно переживание, которое проходят все во время оплакивания. Вот эти созависимые, они через это проходят. Потом, вот только потом идет третий шаг. Обретение себя. И вот тогда идет, пошла работа над свободной личностью. Здесь нам нравится инструкцию, которую каждый человек получает, когда садится в самолет. Она, в принципе, и раньше была, но сейчас ее уже выдают. Как-то мы ее особенно... Так вот не смотрели, меня все время раньше думают. Там говорят, если случай разгерметизации, там выпала эта кислородная маска, сначала оденьте ее себе, а потом ребенку. Наш инстинкт какой? На кого сначала эту маску натянуть? На ребенка. А инструкция прямо эти красными буквами. Сначала наденьте кислородную маску на себя. Потому что если вы задохнетесь, вы на ребенка одеть не сможете. Вот то же самое здесь, понимаете? Если вы остаетесь в состоянии созависимости, зависимый тонет в болоте. Вы тонете рядом. Чтобы его спасти, вам что нужно сделать? Сначала самому вылезти на сухое место. Вылезти и встать на сухое место и протянуть ему руку помощи. А он уже будет решать, взяться за эту руку или нет. Если он решит тонуть дальше, это его выбор. Но, по крайней мере, вы ему шанс даете, вы руку протянете. А сейчас вы пока созависимый, вы тонете вместе с ним. Субтитры сделал DimaTorzok